Ну вот, девятнадцать, ого, а это значит? А это значит шо? Шо на сегодня часть? Девятнадцатая. Добрый вечер, я диспетчер. Педали, лайки, педали дали. О, и только тогда погнали. Часть девятнадцатая. Поехали. — Это и в самом деле лодка? — спросил Маркена, помогая Джандалару установить у стены рядом с длинными шестами обтянутую кожей конструкцию. — Как ты управляешь вообще вот этим? — А? — Не так легко, как вашей лодкой, но мы используем ее в основном для переправы через реки. Приходится поработать веслами. Имея лошадей, мы перевезем ее на волокуше. И они оба посмотрели на луг, на лужайку, где Эйла шкребла в винни. — Вот она, помощь. Лошадка. Кобылятка. Удалец стоял рядом. Джандалар вычистил его раньше. При этом он заметил, что место, где шкура облезла за время путешествия, стали зарастать эти места. Глаза у лошадей, благодаря заботам Эйлы, уже не болели. Вылечила целительница. — Ну да, больше всего удивляют лошади, — сказал Маркена. Никогда не предполагал, что они добровольно могут оставаться рядом с людьми. А этим двоим им даже нравится. Хотя вначале меня просто поразил волк. — К волку ты уже привык, так как Эйла держала его все время рядом с собой, боясь, что он может кого-нибудь напугать. И они увидели, что к Эйле направляются Толи и Шамио, вокруг которой так и вьется, так и вьется этот волк. — Шамио просто влюблена в него, — сказал Маркеном. — Ты только посмотри на нее. Я должен был бы волноваться, что этот зверь разорвет ее на части. Хм, но он выглядит таким мирным, что даже и не подумаешь. Даже не скажешь. Ты бы только посмотри. Он играет с нею. — Лошади тоже могут играть. Ты и представить себе не можешь, что такое скакать на лошади. Можешь попробовать, если хочешь. Хотя здесь мало места для скачки. — О-о-о. И это хорошо. Для меня привычно скакать, так сказать, на лодках. Скакать. И вдруг на краю обрыва появился мужчина. — О, а вот и Карлано. Не пора ли Эйле поскакать в одной из лодок, а? И все собрались возле лошадей и затем подошли к скале. К месту, откуда небольшой поток устремлялся вниз к реке Великой Матери. — Вы и в самом деле хотите, чтобы она спустилась по этому склону? — Это длинный и опасный спуск, — проговорил Джандалар. — Даже мне и то немного страшно. — Тебе же хотелось, чтобы она прокатилась в лодке. Поскакала. — Настоящие лодки, — сказал Маркино. — И она должна увидеть нашу пристань. — Это нетрудно, — вмешалась друг Толли. — Есть специальные опоры для ног и канаты. Я покажу ей, как это делается. — Ей не нужно будет спускаться вниз, — сказал Карлано. — Это можно сделать с помощью корзины. — Помнишь, Джандалар, как мы поднимали тебя в ней в первый раз? Помнишь ведь? — Кстати, да. Пожалуй, это самый лучший выход, — откликнулся Джандалар. — Идем со мной. Поднимем корзину. Прислушившись к разговору, Эйла смотрела на реку и на крутую тропу, сбегавшую вниз. Тропка. Тропиночка. Именно там упала Рошарио. Хотя хорошо знала этот путь. И Эйла заметила веревки, закрепленные на деревянных кольях, вбитых в расщелины в скале. Один из участков спуска обмывался небольшим водопадом. Эйла видела, как Карлано, легко перешагнув за край скалы, схватился за веревку и ногой нащупал узкий выступ. Видела она, и как слегка поблебневший Джандалар глубоко вздохнул и последовал за Карлано. Но действовал он медленнее и осторожнее. А в это время Маркена принес свернутую кольцом толстую веревку. На конце ее была сделана петля. Петлю накинули на толстый-толстый столб, а другой конец веревки бросили вниз. Туды его. И Эйлу заинтересовало, из чего же она сплетена. Интересно. Такого толстого каната ей еще никогда не приходилось видеть. И тут вскоре вернулся Карлано, волоча свободный конец каната. Он подошел к другому толстенному столбу и стал обматывать канат вокруг него. Як мая буты. И вскоре показалось что-то вроде большой корзины. Вот оно. Движимая любопытством, Эйла подошла оттуда. Поплывла. Как и канаты, корзина была необычайно прочной. Хоть человека бери, вези. Каменюки таскай. О, телега. Плетеное дно было укреплено деревянными распорками. А корзина была такого размера, чтобы в ней вмещался лежачий, лежащий человек. Или среднего размера осетр. Осетрына. — Ну, залежай, Эйла. Мы крепко держим. И ты мягко спустись вниз, — сказал Маркино. Увидев, что она замешкалась, Толи сказала. — Если хочешь спуститься сама, я покажу тебе, как это делается. Мне никогда не нравилось ездить в корзине. Эйла взглянула еще раз на крутой спуск и поняла, что оба пути вниз были, мягко говоря, не очень-то удобными. — Небезопасными. — На этот раз я предпочту корзину, — сказала она. И Эйла залезла в эту корзину, опустилась на дно и мертвой хваткой вцепилась в края так, что побелели аж пальцы. Все, седы. — Готовься. — Ты готова я там, а? Готова я ты? — спросил Карлано. И Эйла кивнула головой. — Давай спускай ее, Маркино. Пускай. Молодой человек ослабил канат, а Карлано перевалил корзину через край. Приспособление, помогавшее переправить запасы и людей от проема вверху на скале к пристани вниз, было простым, но очень эффективным. Использовалась только сила мускулов. Мускульная сила. Но прочная корзина была легкой, и это позволяло поднимать и опускать большие грузы даже в одиночку. Работает механика. Физика. Опоры. Ага, все дела. Когда корзина стала удаляться от обрыва, Эйла зажмурилась и сжалась, слышала, как бьется собственное сердце. Корзину спускали медленно. И Эйла немножко приоткрыла глаза. И осмотрелась немного вокруг. И перед ней предстала картина, какую она никогда не видела прежде. И, возможно, никогда уже больше не увидит. Эта корзина зависла прямо над рекой. Эйла почувствовала, что она летит. Парит. Парит в воздухе. Скала на другом берегу в миле от Эйлы, казалось, было совсем близко. Рукой подать. И это было сравнимо с ощущением, как когда-то она парила вместе с Крэбом. Прям над лесом летела. Очень похоже. Эта река текла абсолютно прямо. Прямисенько. Прямо. Прямиком. Взглянув на запад, затем на восток, Эйла могла оценить мощь этой реки. Уже почти у самой пристани Эйла подняла голову и увидела две фигуры. Одна из них была совсем маленькой. И волка. И она помахала им. И тут с легким толчком корзина приземлилась. Увидев улыбающегося Джандалара, она сказала, «Хм, это было... Это было что-то невообразимое». «Ага, прекрасный вид, не так ли?» И он помог ей ступить на землю. Толпа людей уже ожидала ее. Но она решила вначале осмотреться. Почва под ногами слегка колебалась. И Эйла поняла, что платформа находится прямо на воде. Это была значительных размеров пристань. Достаточно большая, чтобы на ней разместилось несколько сооружений, похожих на те, что были там, наверху. Здесь было также и кострище, сооруженное из камней. Она увидела несколько лодок с узким носом и кормой, привязанных к платформе. Лодки были самые разные здесь. От одноместных до многоместных. Приглядевшись, она заметила два очень больших судна, форма которых просто озадачила ее. Носы лодок загибались вверх, переходя в головы странных птиц. Что это? Птицы на воде. Деревянные. Корпус был покрыт геометрическими узорами, будто оперение диковинной птицы. У самой воды были нарисованы глаза. Прям как смотрит. В центре большого судна виднелся навес. Обернувшись, Элла собралась было громко выразить свое изумление, но, увидев закрытые глаза Джандалара и его мучительно искаженное лицо, она поняла, что это имело какое-то отношение к его брату. Но для раздумий просто не было времени. К ним подоспели уже люди, готовые показать все сооружения и лодки. Элла обратила внимание на доски между пристанью и лодками, легко балансируя, люди всходили по этим трапам, хотя порой пристани лодки раскачивались у разные стороны. Элла с благодарностью приняла протянутую руку Карлано. Жентельмен. И она села на скамью под навесом между Джандаларом и Маркино. Другие уселись на скамьи спереди и сзади. Позади. Гребцы взяли в руки очень длинное весло, и она заметила, как моментально развязали веревки, и они оказались на середине реки. Сестра Карлано Королио, стоя на носу лодки, сильным высоким голосом запела какую-то ритмичную мелодию, взмывшую над мелодией реки Великой Матери. Элла с интересом наблюдала, как грибцы преодолевают сильное течение, двигаясь согласно с ритмом напева. Как удивительно быстро и ровно лодка идет против течения. На повороте реки, там, где скалистые берега сомкнулись теснее, шум воды усилился, и Элла почувствовала, что воздух стал более прохладным и влажным. Ее ноздри улавливали чистый запах реки, постоянно обновляющейся жизни в ней, столь отличный от сухих ароматов равнины. Когда скалы вновь разошлись, на берегах показались деревья, растущие прямо от самой воды. «Кажется, я уже это видел», — сказал Джандалар. «Впереди не то место, где строятся лодки. Мы собираемся там остановиться?» «Не сейчас. Мы пойдем дальше и развернемся у полрыбы». «Полрыбы?» — спросила Элла. «А что это?» Человек, сидевший впереди, повернулся и ухмыльнулся только. Элла узнала друга королеву. «Тебе лучше спросить его». И он поглядел на соседа Эллы. Она заметила, как густо покраснел Джандалар. «Это там он стал наполовину рамудой. Разве он не упоминал об этом?» «Что?» «Не рассказывал?» И тут кто-то рассмеялся. «Почему бы тебе не рассказать, Барано?» — сказал Джандалар. «Уверен, что ты не раз уже рассказывал об этом». «А Джандалар прав», — сказал Маркино. «Это одна из самых любимых историй Барано. Королеву говорит, что уже устал от нее. Но все знают, что он не может удержаться, чтобы не поведать хорошую историю. Сколько бы раз она ни звучала». «Но ты должен признать, что это забавно, Джандалар», — сказал Барано. «А? Ну, сам расскажи, а?» И Джандалар улыбнулся. «Я учился управлять маленькой лодкой», — начал он. «У меня был гарпун. Это копье для рыбы такое». Я плыл вверх по реке, когда заметил оситра. И мелькнула мысль добыть его. Конечно. Причем я не подумал даже о том, как я в одиночку вытащу эту рыбу на берег. И что может случиться с такой маленькой лодкой. Я вообще об этом не подумал. «Эта рыба едва не стоила ему жизни», — не утерпел Барано. «А-а-а-а». Я даже не был уверен, что попаду, действительно. Я не привык к копью с привязанной веревкой. Следовало бы предвидеть, что будет, если я попаду в рыбу. «Не понимаю», — сказала Эйла. «Когда ты охотишься на земле и бросаешь копье, например, в оленя, даже если ты его ранил и копье упало на землю, ты все равно можешь преследовать его», — объяснил Карлано. «В воде преследовать рыбу невозможно. Поэтому у гарпуна есть крюки, направленные назад. И к нему привязана крепкая веревка. Так что гарпун, поразив рыбу, остается там. А веревка не позволяет добыче скрыться. Другой ее конец прикрепляется именно к лодке». Осетер, которого он пронзил гарпуном, потожил лодку вверх по течению. Вновь вмешался Барано. «Мы были в то время как раз на берегу. И видели, как он пронесся мимо нас. О, не припомни, чтоб вообще когда-либо лодка мучалась так быстро. Это было невероятное зрелище. О, як, попер». Джандалар думал, что загарпунил рыбу. «Хе-хе, а вместо этого вона загарпунила его». И Эйла смеялась вместе со всеми. «Действительно». «Через некоторое время Осетер, потеряв много крови, он умер. И мы оказались далеко вверх по течению», – продолжил Джандалар. «Лодка почти затонула, и мне пришлось добираться до берега вплавь. Лодку понесло вниз по течению, а рыба попала в водоворот. И я вытащил ее на берег. Я весь насквозь продрог тогда, но без ножа не мог срубить ни сухое дерево, ни ветки, чтобы разжечь хоть костер. И вдруг появился этот, плоскоголовый, член клана, молодой. И Эйла от удивления широко открыла глаза. История приобрела неожиданный поворот. И он довел меня до своего костра. А там была женщина постарше. И я так дрожал, что она мне дала волчью шкуру. Когда я согрелся, мы вернулись к реке. И этот юноша, он потребовал долю рыбы. И я с удовольствием отдал ему половину. Люди, которые видели, как лодку пронесло мимо, отправились искать меня. И, несмотря на их насмешки, я был просто счастлив увидеть их. Трудно поверить, что один плоскоголовый смог унести целую половину такой-то рыбы. За один пресест. Да, помню, что потребовалось трое или четверо даже мужчин, чтобы унести другую половину. И то по частям, сказал Маркен. «Это был очень большой осетр. Вот такая осетрина». «Мужчины клана очень сильные», сказал вдруг Эйла. «Но я не подозревала, что в этих местах есть кто-то из клана. Я думала, что они все живут на полуострове». «Они появляются иногда на вон том берегу реки». «Но их мало, мало тута, мало», сказал Барано. «А что случилось с ними?» спросила Эйла. И всех вдруг замолчали и отвернулись. И, наконец, Маркино произнес. «После смерти Доралда Голланда собрал людей, и спустя некоторое время эти плоскоголовые покинули эти края». «Похоже, что так». «А покажи мне это еще раз», сказала Рошарио. Эйла только что наложила ей повязку из бересты. Хотя она еще не высохла, но уже затвердела настолько, что Рошарио могла двигаться куда свободнее. Однако Эйла не хотела, чтобы она действовала сломанной рукой. «Пока». Они сидели столь и на мягких шкурах косули. Вытащив свои швейные принадлежности, Эйла показывала им иглу, которую ей помогли сделать люди из львиного стойбища. «Сначала шилом нужно проделать дырки в кусках кожи, которые вы хотите сшить вместе», рассказывала Эйла. «Так мы обычно и делаем», ответила Толли. «А вот этим вы протаскиваете нить через дырки. Вот так вот. Нить продета в это маленькое отверстие, а острый конец иглы проходит через дырки в коже и тащит нить». «Вот». И тут вдруг у Эйлы возникла идея. «Бздень!» «А что, если так заострить конец этой костяной иглы, что прямо им...» «Прямо им можно было бы протыкать кожу». «М?» «Хотя кожа может быть слишком толстой». «А ну, дай-ка посмотреть», сказала Толли. «А как ты вставляешь нить в это отверстие?» «Вот так вот. Вот. Смотри». И Эйла показала ей. Толли сделала несколько стежков. «Хм...» «Это так легко!» «Хм...» «Можно шить вообще одной рукой». Наблюдая за действиями Толли, Рошарио согласилась с ней. «Даже не владея полностью рукой, можно пальцами придерживать куски кожи, а другой рукой шить, используя эту иглу». «Никогда не видел ничего подобного». «Что тебе навело на эту мысль?» спросила Рошарио. «Мм...» «Даже не знаю», ответила Эйла. «Это просто пришло мне в голову, когда возникли некоторые трудности с шитьем. Но потом мне помогали много людей. Наверное, самое трудное было сделать сверло, чтобы просверлить маленькое отверстие. Над этим трудились Джандалар и Вимис». «Вимис — это резчик по камню из винного стойбища», пояснила Толли для Рошарио. «Очень хороший». «Джандалар тоже хороший мастер», сказала Рошарио. «Он так усовершенствовал инструменты для постройки лодок, что все просто молились на него. Вроде бы незначительные изменения, а разница... большая». Он обучал Дарва, прежде чем уйти. «Джандалар — очень хороший учитель». «Джандалар говорит, что он многому научился у Вимиса», сказала Эйла. «Может быть. Но вы оба, мне кажется, умеете думать. И у вас все получается лучше, чем у других», сказала Толли. «Эта ваша игла, она действительно облегчает шитье. И намного». «Гораздо облегчает». «Ведь даже если ты навостришься, все равно ж тяжело продевать нитку через дырку». «А-а-а». «А это копьеметалка джандалара». «А-а-а». «Тоже вещь». «Когда вы показывали ее, многим показалось, что и они могли бы сделать такое. «Хотя я не думаю, что это так легко, как кажется». «Туда, тут нужна практика». «Опыт, который не пропьешь». Джандалар и Эйла демонстрировали свою копьеметалку. Охотники Шамудо и знали, что требуется незаурядное умение и терпение, чтобы подобраться поближе к косуле и убить ее. И увидев, как далеко летит стрела из копьеметалки, они решили опробовать это приспособление на неуловимых горных антилопах. «Угу, попробуй до жены их». А кое-кто из гарпунщиков решил испытать, а нельзя ли гарпун бросать так же. Точно так же взять и метнуть. Джандалар рассказал о составном копье с длинным тупым концом, снабженным двумя или тремя перьями и с небольшим острым наконечником. Все сразу оценили это полярно, полезное изобретение. «Сразу же!» «А-а-а!» «Да хорошего оно, да!» «Хм! Быстро привыкаешь!» «А-а-а!» И вдруг на том конце луга возникла какая-то суматоха. Женщины посмотрели в ту сторону и увидели, что несколько человек поднимают корзину. И оттуда к ним бежали подростки. «У них получилось!» «Они поймали одного с помощью гарпуна и копьеметалки!» кричал Дарвало, подбегая к ним. «И это самка!» «Пойдем посмотрим», сказала Толли. «Иди, а я вскоре догоню тебя, только уложу мою иглу». «А я подожду Эйлу», сказала Рошарио. Когда они присоединились к остальным, корзину уже разгрузили и спустили вниз. Осетр был просто огромный. Слишком тяжелый, чтобы доставить его наверх за один раз. Вначале подняли самое ценное. Двести фунтов черной икры. То, что поймали именно самку, впервые использовав приспособление джанталара, похоже, было благоприятным знаком. На лук вынесли сушило и начали разрезать огромную рыбину на куски. Икру, однако, предоставили в распоряжение Рошарио, которая отвечала за ее использование. Она попросила Толли и Эйлу помочь ей и угостила их икрой. «Попробуй». «Такого я не пробовала целую вечность». И Эйла взяла еще икры. «Бери, бери, пока есть». «Вкуснее всего, когда рыба свежая». «Хм! Ее так много!» «Это и хорошо. Иначе нам бы не досталось», сказала Толли. «Почему?» «Потому что мы используем икру, чтобы сделать кожу косули мягче. На это уходит почти вся икра». «Хм!» «Нашли, на что использовать». «Мне хотелось бы как-нибудь посмотреть, как вы выделываете кожу», сказала Эйла. «Мне всегда нравилось работать с кожей и мехами. Когда я жила в львином стойбище, я научилась окрашивать кожу. Одну окрасила в красный цвет. Крозе показала, как делать белую кожу. Нравится мне так же и желтый цвет. Тоже». «Да удивительно, что Крозе согласилась тебе показать». И Толли бросила многозначительный взгляд на Рошарю. «Я думала, что выделка белой кожи это секрет журавлиного дома». «А я не знала, что это секрет». «Она сказала, что мать научила ее этому. А вот дочь не очень-то любит работать с кожей. И казалось, она рада передать знания кому-то». «Правильно, поскольку вы обе члены львиного стойбища. Вы одна семья», сказала Толли, пытаясь скрыть свое удивление. «Вряд ли она рассказала бы об этом чужой». «Способ обработки кожи косули является тайной шарамудой». «Нашими шкурами восхищаются и стоят они дорого. И мы не делимся секретами». «Никогда», заявила Толли. Эйла согласно кивнула ей, но в ее голосе сквозило разочарование. «Ну что ж, но желтый цвет такой яркий и он такой красивый». «Желтый получается от болотного мирта, но обычно мы его не используем. Мирт очень смягчает кожу, даже если она влажна», сообщила Рошарю. И, немного помолчав, она добавила. «Если бы ты задержалась здесь, мы научили бы тебя выделывание желтой кожи из шкуры серны». «Остаться?» «Насколько?» «Это зависит от тебя. Джандалар – это наш родственник. Он тоже один из нас. И он вполне может стать членом племени шарамудой. Он уже помог построить лодку. Ты сказала, что у тебя нет еще друга. А я просто уверен, что мы найдем тебе кого-нибудь, чтобы создать с тобой пару. Мы с радостью примем тебя. Тем более, что наш старый шамуд умер. И нам так нужен целитель сейчас. Мы готовы породниться с тобой. То есть, пара на пару», откликнулась Толи, хотя предложение Рошарю было неожиданным для нее. «Я поговорю с Маркена. Уверена, что он согласится. После Джитамьева и Таналана было трудно найти пару, с которой мы могли бы соединиться. Брат Таналана отвечает всем требованиям. Маркена всегда нравился Джандалар. А я с удовольствием разделю мой дом с женщиной племени Мамутой. И Шамию очень понравится. Потому что волк будет рядом. Угу. И это предложение застало Эллу врасплох. Когда же до нее полностью дошел смысл всего Севго, то она была просто ошеломлена. «Где твой шалом? Все, нема шалома. Ошеломлена. Все. Ну, то». И на глаза у нее навернулись слезы. Она действительно была поражена всем этим. Рошарю даже не знаю, что и сказать. «Я чувствую себя здесь как дома, с самого начала». «То ли я с удовольствием разделила бы с тобой». И тут она ни дгова не договорила. Она просто заплакала. Обе женщины чувствовали, что сейчас тоже разревутся. Но, сдержав слезы, они только улыбнулись друг другу. В знак того, что у них созрел прекрасный план. «Как только вернутся Маркена и Джандалар, мы расскажем им об этом», сказала Толи. «Маркена это понравится. Обязательно понравится. Пусть только не понравится». «Не знаю, как это все воспримет Джандалар», сказал Эйла. «Я знаю, что он хотел побывать здесь. Мы даже отказались от более короткого пути, чтобы попасть сюда. Но захочет ли он остаться?» «Он говорит, что ему необходимо вернуться домой, к своему народу». «Но мы его народ», сказала Толи. «Мы и есть его народ». «Нет, Толи. Хотя он и пробыл здесь долго. Но он остался Зеландонией. Вот почему его чувства к Сиреню не было таким сильным?» Возразила Рошарю. «Это мать Дарвала?» спросила Эйла. «Да», ответила старшая из женщин, раздумывая, много ли рассказал Джандалар Эйле о Сиреню. «Но, судя по тому, как он относится к тебе, может быть, его тяга к своим... Да. Может быть, она стала слабее». «Ведь вы уже достаточно долго вместе?» «И зачем вам такой долгий путь, когда вы можете иметь дом здесь?» «Ну вот зачем?» «Действительно». «Кроме того, Маркену и мне необходимо иметь перекрестную пару». «Я не говорила, но Великая Мать опять благословила меня. и мы должны воссоединиться раньше, чем ребенок родится». Глава девятнадцатая. А вот смотрите, как совпадывает, а? Девятнадцатая часть, девятнадцатая глава. Голову в голову идем, а? Тэйдивы. Почти все совпадает. Кирпич до кирпича. Кирпичик до кирпичика. Глава девятнадцатая. Поехали. И Толи подошла к кострищу. Ее силуэт четко обозначился на фоне красных всплесков пламени дгорающего костра и этого вечернего неба, обрамленного линией скал. Большинство людей все еще сидели под скальным навесом, доедая черную смородину, допивая любимый чайок или слегка пенистые молодое ягодное вино. Праздник в честь добычи осетра начался с того, что каждому дали отведать икры. Но совсем понемножку. По чуть-чуть. Так как все остальное шло на выделку мягкой кожи. Да ладно, я хочу кое-что сказать, раз мы здесь уже собрались. Промолвила вдруг Толи. Думаю, что все согласятся, если я скажу, что мы рады видеть среди нас Джандалара и Эйлу. Мы волновались за Рошарио. И не только потому, что ее мучили боли, но и потому, что не было уверенности, что она сможет владеть рукой, как прежде. И Эйла сделала все, что могла. Рошарио говорит, что рука больше не болит. И если все пройдет удачно, она будет полностью работоспособной. И тут раздались пожелания удачи. Мы обязаны и нашему родственнику Джандалару. Еще в первый свой приход он заметно усовершенствовал наши инструменты. А сейчас познакомил нас с копьеметалкой. И вот результат этого. Праздник. Живя с нами, он охотился и на Осетра, и на Серну, но мы так и не знаем, что он предпочитает. Воду или землю все-таки. Я думаю, что его больше тянет к реке. Ты права, Атолия. Джандалар один из Рамудои, закричал кто-то. Ну, по крайней мере, на половину, добавил барано. И вызвал смех. А что вы ржете? Ну, на половину-то точно? Че не? Нет-нет. Он учился охотиться на воде. Но он знает, как это делается на суше, сказала какая-то женщина. Правильно. Спроси его. Он бросал копье, прежде чем увидел гарпун. Он шамудои. Добавил мужчина постарше. К тому же он любит женщин, которые охотятся. Эйла посмотрела на того, кто это произнес. Кто это? То была юная-юная женщина. Немного постарше Дарвала. По имени Рокарио. Она все время крутилась вокруг Джандалара. Так что он даже сетовал на ее надоедливость. И сейчас он только лишь улыбнулся в ответ на добродушное замечание этой девушки. Всего-то и делов. Как я уже сказала, Джандалар мог бы стать хорошим человеком реки, продолжила Толи. Но для Эйлы привычнее земля. И я призываю Джандалара остаться с охотниками, если он готов к этому. И если они его примут. Если Джандалар и Эйла решат остаться среди Шарамудои, мы, в свою очередь, мы готовы создать с ними перекрестную пару. А поскольку мы с Маркена Рамудои, они должны принадлежать к племени Шаамудои. И тут возник шум. Послышались какие-то возгласы и даже поздравления двум парам. Пам-парам. «Прекрасная мысль, Толли!» воскликнула королева. «Прекраснейшая!» Это мне подсказала Рошарио. «Но вот что думает Доланда? Можно ли принять Джандалара и Эйлу?» «Женщину, воспитанную живущими на полуострове?» спросила королева, глядя на вождя племени Шамудои. И тут наступила полнейшая тишина и спокойствие. Скрытый смысл ее вопроса был понятен всем. После дикой реакции Доланда на известие о прошлом Эйлы мог ли он принять ее? «А-а-а!» «Это еще той вопрос!» Эйла надеялась, что гневные оскорбления уже забыли, все. И ей стало интересно, почему же королева опять вспомнила вдруг об этом. Однако она была обязана, просто обязана была сделать это. Короланой и его подруга были перекрестной парой Доланда и Рошарио. Они вместе принадлежали к той особой группе племени Шарамудои, которая приняла решение покинуть родные места, где было слишком перенаселено и очень тесно. Лидерство Корлано было результатом негласной договоренности. И это был естественный выбор. Обычно подруга вождя становилась вторым лидером. Но женщина Корлано умерла, когда Маркьяна был еще ребенком. Вождь племени Рамудои не стал подыскивать новую спутницу, как это полагалось по традиции. И королева, взявшая заботу о мальчике, стала исполнять обязанности подруги вождя. Поэтому именно она и должна была задать этот самый вопрос. А люди знали, что Доланда позволил Эйли лечить Рошарио. Та очень нуждалась в помощи. И это было просто очевидно, что действия Эйлы они приносят пользу. И с этим не поспоришь. Но это не значило, что он будет мириться с ее постоянным присутствием здесь. До поры до времени он контролировал свои чувства, поскольку людям нужен был целитель. Но люди были вправе отвергнуть чужака, который мог бы стать причиной разных проблем для их вождя. А следовательно, и для других тоже. Пока Доланда раздумывал над ответом, Уэйл и комок подступил к горлу. Было такое чувство, что она сделала что-то плохое. И сейчас за нее, за вот это все судят ее. Все, встать, суд идет. Однако она знала, что не совершала же ведь ничего плохого. За что все это? И она начинала даже сердиться. Ей захотелось просто вот так вот встать и уйти отсюда. Все, захлопнуть дверью. Ведь точно так же отреагировали маму Той. И что? Что? Спрашивается. Что, так будет всегда, что ли? Неужели то же самое произойдет, когда они придут к народу Джандалара? Что, ее везде будут судить? Она везде будет всем доказывать все? Вот это. А оно тебе треба чешо? А? Иза, Крэп и клан Брана заботились о ней. И она по-прежнему любила их. И сейчас остро ощущала свое одиночество и ранимость здесь. И тут Эйла уловила, что кто-то тихо подошел к ней. И она обернулась и благодарно улыбнулась Джандалару, почувствовав себя гораздо лучше. Хотя суд еще и не закончился. Посмотрев на своего спутника, она поняла, какой ответ он даст Толли. Но Джандалар ждал решения Доланда, прежде чем ответить самому. И вдруг внезапно в этой тишине послышался вдруг смех. Смех Шамио. А затем из жилища выбежали ребятишки, а с ними и волк. Как же все-таки это удивительно, что волк играет с детьми, сказала Рошарио. Еще несколько дней назад я никогда бы не поверила бы, что увидев такого зверя среди детей, которых я люблю, что я не буду бояться за них. Это уж точно стоит запомнить на всю оставшуюся жизнь. Когда узнаешь, как следует животное, которое ты когда-то ненавидела и которого боялась, то ты начинаешь любить его. И я считаю, что лучше понять, чем слепо ненавидеть. Даланда явно затруднялся ответить королеву. Что-то такие за намеки тут о меня, а? Что намекаете? Ага, в струю меня пускать хотите? Я все чую. А он понял суть вопроса. Дурак бы не понял. Он понял, как много зависит от его ответа, но не знал, как выразить то, что он чувствовал и о чем он думал. И тут он улыбнулся любимой женщине, благодаря ее запонимание. И именно она и подсказала ему ответ. Я слепо ненавидев и слепо убивал тех, кто ненавидел, потому что думал, что они отобрали жизнь у того, кого я любив. Я думал, что они грязные животные, и я хотел уничтожить их всех на корню, но это ведь все равно ведь не вернула бы мне Доралта. Сейчас я знаю, что они не заслужили такой ненависти. Ох, не, не заслужили. Животные или нет, но они были спровоцированы. Доланда собирался было сказать о тех, кто утаил от него правду, что повлияло на его дальнейшее поведение, но он передумал. «И эта женщина», продолжил он и посмотрел на Эллу. «Эта целительница говорит, что ее воспитали и обучили те, кого я считал мерзкими животными и кого я ненавидел. Но даже если бы и сейчас я продолжал ненавидеть их, я не мог бы ненавидеть ее. Благодаря ей ко мне вернулось Рошарио, и никто с этим не поспорит. И может быть и наступило то время, время понимания. Думаю, что мысль то ли это очень хорошая мысля. И я буду счастлив, если Шамудои приймут Эйлу и Джандалара. И после этого Эйла ощутила огромное облегчение, как каменюк осплечь. Сейчас она наконец поняла, почему именно этот человек был выбран вождем. узнав его в повседневной жизни, люди смогли разглядеть его глубинную суть. Ну, а ты, Джандалар, сказала Рошарио, что ты скажешь? Не пора ли прервать твое долгое путешествие? Пришло время осесть где-то, время создать свой дом. Время матери благословить Эйлу на ребеночка или даже на двух. У меня нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность за такой прием, Рошарио. Я ощущаю, что Шарамудои это мои люди, это мой народ, это мои родственники. И как было бы хорошо устроить дом здесь. Но я должен вернуться в Зеландоне. И тут он замешкался на какое-то мгновение. Ради Тоналана. И он замолчал. И Эйла посмотрела на него. Она знала, что он откажется, но не ожидала, что таким образом. По едва уловимым признакам она поняла, что он еще о чем-то размышляет. А затем он улыбнулся ей. Когда он умер, Эйла устроила так, чтобы его дух благополучно завершил свой путь в тот мир. Но дух его не обрел покоя. И у меня есть чувство, что он затерянный и одинокий. Он метается здесь. Он пытается найти дорогу к великой матери. и никак не найдет. И эти слова удивили Эйлу. И она внимательно пригляделась к нему. Я не могу покинуть его. Ему нужна помощь. И я знаю только одного человека, который может сделать это. Зеландонии. Шамут. очень могущественный шамут, который присутствовал при рождении брата. Возможно, с помощью Мартоны, это наша мать, он сможет найти его дух и направить его в правильную сторону. Эйла знала, что не это было главной причиной его возвращения на родину. Хотя то, что он сказал, было абсолютной правдой. Ответ его звучал так же, как и ее объяснение по поводу золотой нити. Да, это было неполно. Ты уже так давно в пути, Джандалар? Разочарованно заговорила вдруг Толли. Даже если они могут помочь ему, откуда ты знаешь, а живы ли они вообще еще? Не знаю, но я должен попытаться Толли. Даже если уже ничего не поделаешь, Мартоне и остальным будет интересно узнать, как счастлив он был здесь, с Джетамио, с тобой и с Маркьяна. Моей матери понравилось бы Джетамио, и мы Толли, и ты Толли тоже понравилось бы ей. Женщина как ни пыталась, она не могла скрыть, что польщена этими словами. Таналан проделал великое путешествие. Это было именно его путешествие. Да, это была его задумка. А я только следовал за ним. Я помогал ему, как подсобник. И я хочу рассказать о том, что он сделал. Он прошел до конца реки Великой Матери, но что еще важнее, он нашел народ, который полюбил его. Эта история заслуживает, чтобы о ней узнали. «Джандалар, ты, видно, все еще пытаешься идти за своим братом и заботиться о нем даже в другом мире», сказала Рошарьо. «Если это твой долг, мы можем только лишь пожелать тебе самого лучшего. Думаю, что и Шамут сказал бы, что ты должен идти своим путем». Эйла поняла поступок Джандалара. Сделанное то ли предложение, чтобы они стали членами племени Шарамудои, далось не так-то легко. Это было великодушное предложение, поддержанное в конце концов всеми. Им оказывалась большая честь, и потому было трудно сказать «отказать». Ой, как трудно отказать так, чтобы их не обидеть. И только высшие цели могли оправдать такой отказ. Джандалар не обмолвился о том, что хотя он и ощущает родство с ними, у него есть и другие родственники, по которым он тоже тоскует. Его отказ звучал изящно и правдиво. Да, это было действительно оправдано. Эйла чувствовала, что Рошарио догадывается об истинной причине отказа, но она соглашается с аргументами Джандалара. «Сколько ты еще пробудешь здесь, Джандалар?» спросил Маркино. «Мы продвинулись дальше, чем я предполагал. Я думал, что мы доберемся сюда только лишь осенью, но благодаря лошадям мы шли гораздо быстрее. Однако нам предстоит немалый путь впереди. Там нас ждут большие препятствия. Я предпочел бы уехать как можно раньше». «Джандалар, мы не можем так быстро пуститься в дорогу», вмешалась Эйла. «Я не могу уйти, пока Рошарио не поправится». «И как долго это будет?» нахмурился Джандалар. «Я сказал Рошарио, что ее рука должна быть в браслете полтора полнолуния». «Это слишком долго. Мы не можем ждать столько». «А на сколько мы можем задержаться?» «Совсем ненадолго». «Но кто, кто снимет повязку? Кто определит, наступило время для этого?» «Мы послали гонца за Шамудом», сказал Даланда. «Другой целитель разберется в этом, а?» «Думаю, что да». «Но мне хотелось бы поговорить с этим Шамудом». «Джандалар, мы можем его подождать?» «Но если это будет не слишком долго». «Ну, может быть... может быть растолковать Даланда или Толи?» делать в данном случае?» «А они уже передадут». «М Субтитры создавал DimaTorzok